Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Сегодня на повестке экономического календаря в 11.00 по GMT заседание Банка Англии. Мы ждем это событие на протяжении всей недели, потому что я очень хочу, чтобы вы, наверное, как и все трейдеры, наконец-таки увидели, что такое волатильность по британской валюте. Если все пойдет так, как мы прогнозировали, сегодня мы получим сигнал от Бейли о том, что Банк Англии рассматривает возможности более раннего смягчения национальной монетарной политики. И это может создать идеальные условия для того, чтобы фонд оказался под давлением. В общем, в 11.00 сначала ждем прогнозы по экономическому роста по инфляции, фактическое решение по процентной ставке. И спустя полчаса после этого в 11.30 по GMT состоится выступление председателя Банка Англии Бейли. В 12.30 по GMT традиционный для четверга отчет по первичным заявкам на пособия по безработице. И в 15.00 еще под закрытие торговой сессии будет дополнительный триггер для канадского доллара, потому что мы ждем выступления главы Банка Канады Атифа Макдима. Ну а теперь давайте по порядку. Индекс доллара 105.40. В принципе, те же самые значения, что мы наблюдали и которые обсуждали в ходе вчерашнего брифинга. Ситуация за сутки практически не изменилась. Как вы помните, новостной фон и календарь практически пусты касательно американской макроэкономической статистики. И нету никаких дополнительных драйверов для движения доллара. И сразу хочу сказать, что ближайшая торговая сессия вряд ли ситуация изменится, потому что следующий важный триггер для доллара – это данные по инфляции, а они выйдут в следующую среду, то есть 15 мая. Пока что мы анализируем комментарии представителей американского регулятора. Вчера мы имели возможность послушать Джефферсона и Коллинса. В целом их точка зрения совпадает с точкой зрения других представителей ФРС, которые выступали до этого. То, что американский регулятор сейчас столкнулся с повышенными инфляционными рисками. И мы говорим даже не только, наверное, о рисках. Мы видели фактические цифры того, что индекс потребительских цен в Штатах продолжает расти. И текущие условия заставляют Федрезерв не торопиться с смягчением монетарной политики и постоянно откладывать решения по снижению ключевой процентной ставки. Мы, кстати, с этим фундаментом работаем уже месяцев пять. Следим за тем, как меняется настроение трейдеров. Это позволяет делать инструмент FEDBOTCH TOOL. Сейчас можно сделать отсылку, опять же, на последние данные. Относительно того, что в сентябре вероятное снижение процентной ставки, с учетом того, что прошло вот уже три торговой сессии этой недели, составляет по-прежнему чуть меньше 50%, 48-49%. Но очень сильно этот показатель изменится после того, как в следующую среду выйдут данные по инфляции. Я, надеюсь, вы знаете, сторонник того, чтобы американский регулятор как можно дольше сохранял текущий уровень ключевой процентной ставки на отметке 5,5%. Потому что это как раз та среда, в которой доллар может неплохо себя раскрыть. И на контрасте, опять же, хочу обратить внимание с действиями будущими, действиями других центральных банков. Не забывайте, что в отличие от Федеризерва, прочие регуляторы, скорее всего, снизят процентную ставку в июне. И в этой связи доллар точно будет более привлекательным активом, отсюда и сохранит потенциал для дальнейшего движения и роста. Поэтому ориентиры в закреплении выше 106 пунктов, они такие же актуальны. Золото 2312 долларов за тройскую унцию, сантимент начал понемногу меняться. И сейчас мы наблюдаем за позиционированием трейдеров. То есть, соотношение продавцов и покупателей 60 на 40. То есть, 60% трейдеров уже больше 50 покупают. Но это все равно не тот важный показатель в 70%, который мы обычно трактуем как хороший знаменатель этого соотношения для того, чтобы принять соответствующее решение о открытии торговой позиции. В общем, я рекомендую вам смотреть за сантиментом. Он доступен каждому клиенту. А Маркетс, как только увидите достижение этой планки, еще до, может быть, моего следующего выступления, нужно принимать решение об открытии коротких позиций. Я за то, чтобы долгосрочно все-таки золото чуть просело, потому что, может быть, даже не чуть. Учитывая, что поддерживаю идею роста доллара и повышения доходности американских облигаций. Евро против доллара 1,0750. Ранее мы уже разбирали слабые данные по производственным заказам, по промышленному производству, которые увеличили риски экономического спада в Германии. Это все так, друзья. Но теперь нужно ждать уже непосредственно июньское заседание Европейского центрального банка и посмотреть за тем, как ЕЦБ будет бороться с этой экономической проблемой, очевидными трудностями замедления экономического восстановления. Надеюсь, что будет решение простимулировать экономику через более низкую процентную ставку. Британская валюта 1,25. Текущие котировки, такая круглая планка перед заседанием Банк Англии. Ставка Банк Англии сейчас составляет 5,25%. Сегодня, конечно же, ее не изменит. Но я рассчитываю на то, что Банк Англии все же признает серьезные экономические проблемы с экономическим ростом. Простите за тавтологию. Это точно такие же трудности, как у экономики Германии. И поэтому, несмотря на то, что инфляция все еще остается существенно выше целевого значения, анонсирует готовность вмешаться для того, чтобы помочь и поддержать экономику прежде всего, решить эту проблему. И прольет свет на планы по снижению ключевой процентной ставки. В этом году, в целом, я ожидаю, что Банк Англии снизит ставку на 50 базисных пунктов. В любом случае, на контрасте с действиями Федеризирова, это тоже может сделать фунт или оставить в числе аутсайдеров. Пара доллар-канадец 1.3722 текущие котировки. Вчера на канадца оказалось давление снижение рынка нефти. В частности, Brent приседал до уровня 81.69. Сегодня мы ждем выступления главы банка Канады Тифа Маклима. Важно то, что это выступление в преддверии выхода отчета по рынку труда, который мы ожидаем завтра. И хочу провести параллель, что когда-то в такой же ситуации мы были в отношении доллара и выступления председателя ФРС Жерома Павла, когда он пролил свет на то, что все зависит от показателей инфляции и рынка труда. Я думаю, что какой-то акцент Маклима тоже может быть сделан на рынок труда. И если мы поймем, что ухудшение ситуации на рынке труда может стать причиной более раннего снижения ключевой процентной ставки, то тогда завтра просто дождемся слабый релиз, который, скорее всего, и будет плохим. И убедимся в том, что правильно делали, ставя на снижение канадского доллара. Ориентир по паре доллар-канадис 1.38 и выше. Доллар-иена 155.60 текущей котировки. Вмешательство Банка Японии мы уже обсуждали много раз. Вчера стоит отметить комментарии главы Минфина Японии Судзуки и главы Банка Японии Уэда, которые еще раз отметили, что готовы и дальше предпринимать меры для того, чтобы стабилизировать курсы и превратить чрезмерное давление на курсы национальной валюты. Ну, очень интересно мне ваше мнение, друзья. Как вы думаете, хватит ли ресурсов у Банка Японии, чтобы и дальше поддерживать курсы национальной валюты? Мне кажется, что какое-то время еще точно хватит. Поэтому мы с большой долей вероятности увидим тестирование поддержки 150 йен за доллар, нежели возвращение пары в район 160. И рынок нефти 83.90 текущей котировки. Вчера был минимум 81.60. Все равно нужно дожимать до нашего уровня поддержки 80 долларов за баррель. Сантимент пока на стороне тех, кто шортит, то есть на нашей с вами. Вчера немного подвел отчет по запасам нефти США. Вместо ожидаемого снижения запасов, точнее увеличения запасов, мы увидели их сокращение на 1,3 миллиона баррелей. Фактор негативный для котировок нефти, потенциальный, это все еще продолжающиеся переговоры между представителями ХАМАСа и Израиля. Я очень рассчитываю на то, что, несмотря на фон, связанный с Рафахом, все-таки компромисс будет найден, хоть в каком-то формате проявления. И это позволит нам уже добраться до нашей цели в 80 долларов за баррель. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!